Ну что же, приветствую. Давайте мы сегодня поговорим о том, когда муж занимает сторону недоброжелателей жены. В общем и целом, если такая ситуация изначально, что мужчина так делает, то, конечно, это в первую очередь говорит о определенной проблематике человека, то есть девушки. Почему? Потому что она выбирает человека, который с одной стороны ведет себя примерно, с другой стороны ведет такую вот партизанскую войну против нее. И она это выбирает, ей нужна с одной стороны вот эта, такая стабильность ей нужна, ей нужна такая уверенность. И с другой стороны, человек готов платить за это, чем он готов платить за это противостоять. И это говорит о том, что у девушки есть изначально требования к человеку, к мужу, вот. Которые мужа, скажем так, несколько стрессуют, несколько вводят в, ну, знаете как, в состояние невроза. И человек, в общем-то, вот, ну, ведет такую политику. И работать здесь, на мой взгляд, нужно, конечно, в первую очередь, именно со своим поведением, со своей моделью поведения. И смотреть на то, как, в целом, я взаимодействую, взаимодействую со своим партнером, как я это делаю. Да, ну, просто, что общего между, между нами, вот, а, что, ну, ценного между, между нами тоже есть, вот. Что нас объединяет, что нас связывает, как я выстраиваю отношения, значит, с человеком. Как, 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 как я, как я вижу этого человека, ну, и так далее. Вот это нужно делать. Вот это, это разобраться, разобраться, разобраться с тем, ну, нужно. Это вот то, что прям вот нужно делать уже, ну, уже прям сейчас, уже прям сейчас, это нужно делать. Тут вот, ну, как бы, вариантов, да, здесь, ну, на мой взгляд, ну, вообще, не много. Ну, не много. А, значит, почему так происходит? Я вот, честно говоря, думаю, я думаю, я думаю, я думаю, что происходит так из конкуренции. Я так, ну, я так думаю, то есть, вот, для меня это про конкуренцию. Вот, но тут есть моменты, тут есть, значит, какие-то, ну, какие-то аспекты есть, вот. Которых, очевидно, мы можем не знать. Поэтому, для того, чтобы, ну, давать какую-то такую оценку этой ситуации, ну, мне кажется, просто мало информации, вот, на данный момент. Вот, чтобы, 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 ну, как-то вот, отвечать на это. Вот, поэтому, к сожалению, к сожалению, вот, сейчас ситуация такая, сейчас. Вот, и вот то, что, ну, в таких отношениях человек пытается быть примерным, как вот, ну, как вот говорят, да, вот, как говорят, да, вот, как говорят такие люди. То есть, вот, ну, это очень, очень сильно про потребности, конечно, очень сильно, очень сильно, очень сильно. Вот, и вот, как-то так, я думаю, можно ответить. То есть, я понимаю, что вот, ну, такая неутешительная довольно, ну, история, я понимаю, что это довольно неутешительная во всех отношениях. Ну, вот, ну, вот, вот, пока, 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 вот. А, значит, что можно, что можно порекомендовать, да, ну, во-первых, наверное, проанализировать отношения, вот, посмотреть, ну, что связывать, вот, что общего. Между, ну, между вами, вот, это первое, второе, это, значит, вот, посмотреть, как вы разговариваете об этом, вот, как вы говорите об этом. Если вы позиционируете себя, как вот такого доброго человека, да, то добрый часто означает всепрощающее, а всепрощение, это история не совсем про цену. То есть, вот, опять же, опять же, если человек добрый, да, то что это значит, вот эта вот доброта, она про что, а что им, что из себя представляет, вот. Вот это вот, я думаю, вот на эти вещи все нужно обратить, обратить внимание, вот. Вот, как-то так, я надеюсь, что это было полезно, надеюсь, что это было интересно, вот, я желаю всем, кому этот вопрос интересует, удачи, вот, и, значит, поиска, удачи в поиске выхода из этой системы. Он есть, просто у всех по-разному, потому что отношения разные могут быть, люди разные могут быть взаимодействиями с ними, сможет складываться по-разному, очень много всех нюансов нужно учитывать. Ну, вот. Всего самого доброго! Субтитры создавал DimaTorzok